Год напряженной работы на местах и, наконец, долгожданное признание. В законодательное собрание пригласили самых продвинутых активистов. Лидеры молодежных палат прошли жесткий отбор из 32-х, в гости к депутатам попали только трое. Был проведен опрос среди молодежи с целью выявления уровня культуры речи молодежи и чистоты использования нецензурной лекции молодежи в своей речи. Вера Цепельцова хвастает достижениями. Молодежная палата Копейска провела десятки конкурсов и придумали проект закона на злобу дня. Предложение это выйти в собрание депутатов с рекомендациями запретить в некоторых общественных местах распитие алкогольно-содержащие продукты и, в частности, пиво, потому что пивной алкоголизм сейчас очень распространен и в основном это среди молодежи. Молодежь Снежинска порадовала четкой структурой организации, а Верхнеуральский общественная палата студентов вообще заменила местное управление по делам молодежи. Депутатов эти два города так впечатлили, что на первом месте чуть не оказались двое соперников. Потому что видно, что работа этих двух представительных молодежных парламентов на достойном серьезном уровне. Я не верю, когда говорят, молодежь инертная, молодежь плохая. Да, нет вот одной какой-то центральной стержневой идеи, как раньше это было, комсомол, например. Но мы сегодня через создание таких организаций, через создание молодежных парламентов, через активизацию работы общественных объединений, таких как молодая гвардия, пытаемся как можно больше молодых людей увлечь. Впрочем, после голосования в лидерах оказался Верхнеуральск. Активистам из маленького городка вскоре вручат дипломы законодательного собрания. Депутаты шутят, молодежь прямо на пятки наступает. Именно в них парламентарии видят в будущих известных политиков.